Беларусь спустя пять лет снова играет в сильнейшей хоккейной лиге мира. Последний из наших, Михаил Гробовский, уезжая, хотел сдать пост еще в 2016-м, но оказалось его некому принять. И вот Егор Шарангович дебютировал за Нью-Джерси Девилс, и ради этого события спорткадры сегодня отодвигают в сторону целые виды спорта с их местечковыми интересами, потому что нашим игровикам очень редко удается сделать нечто подобное. В ночь на пятницу Шарангович вышел на лед за океаном в официальном матче в первом звене дьяволов, а в ночь на воскресенье забросил первую шайбу, стал первой звездой матча с Бостоном. Регулярный сезон в НХЛ только стартовал, надеемся, этот марафон Егор выдержит. В НХЛ хоккей еще быстрее, чем там, больше еще силовой борьбы. Если вы смотрели первую игру, там тоже был где-то в одном моменте не готов к силовой борьбе, из-за этого, можно сказать, первый период чуть пропустил, нужно было тест сделать на стрясение мозга. Но так, как бы, лига, и умнее лига тут, получается, очень много опытных игроков, можно сказать, суперзвезд, которые тут играют, но на льду все равно ты об этом не думаешь и просто выполняешь свою работу. Самое главное – выполнять качественную систему тренера.